Девушки отдыхают Ельцинской конституции, она была принята на крови защитников Белого дома в 93-м году, Верховного Совета. Но мы хотим капитального ремонта конституции, не вот этих лукавых косметических поправок Путина, которые, по сути дела, ничего людям не дают, потому что индексация пенсии, а пенсии нищенские, если их будут каждый год индексировать на 200 рублей, кому от этого легче? Это нищета. Привязка мрот к прожиточному минимуму – это фиксация нищеты, потому что прожиточный минимум 10 тысяч рублей с копейками – это позор. То есть эти поправки Путина, на самом деле, это фиксация нищеты и ничего другого. А другие поправки – это поправки, направленные на дальнейшую узурпацию власти, чтобы после 2024 года или раньше Путин мог тоже править, уйдя в Госсовет или в Совет Безопасности, и все его дружки правили дальше. Вот их задача. Поэтому мы говорим, решительное – нет, нужен капитальный ремонт Конституции. И мы предлагаем десятки поправок и Левый фронт. И КПРФ будет здесь сегодня выступать, и другие, направленные на то, чтобы сменить курс развития страны. Уйти от этого коронавируса, капитализма в сторону левого поворота, в сторону социального государства, справедливого государства, в сторону социализма. Я не боюсь этого слова. Это наша цель. Основные поправки вам озвучу, которые мы предлагаем. Природные ресурсы и недра народу и государству принадлежат. Об этом даже кремлевский пропагандист Соловьев пищает постоянно. Но сейчас он заткнулся, потому что ему из Кремля сказали – все, забудь про это. Но это абсолютно правильно. Природные ресурсы нас всех должны обогащать, а не только олигархию. Следующая базовая поправка. Искупить вину перед народом, вернуть прежний пенсионный возраст. А может быть даже и уравнять для женщин и мужчин 55 лет. И записать это в Конституции. И не менять без согласия народа, только через референдум. Следующая базовая поправка. ЖКК. Сегодня люди стонут. Огромные долги по ЖКК. Люди не могут платить, у них нет денег. Зафиксировать, что не более 10% от совокупного дохода семьи платят за ЖКК. Все остальное должно компенсировать государство. ЖКК – это стратегическая сфера. У нас холодная страна. Люди без жилья, если остаются, это смерть. Поэтому это важнейшая поправка. Следующее. Прогрессивное налогообложение. В большинстве развитых стран мира богатые платят больше. Это нормально, это справедливо, это разумно. У нас действующая власть, она оберегает интересы сверхбогатых. Путин дрожит над этими олигархами. Он сам олигарх крупнейший, скрытый, богатейший человек мира. Пора этому положить конец. Прогрессивный налог. Прописать Конституцию, это возможно. И привязать следующую поправку. Зарплаты чиновников к прожиточному минимуму. Если у нас прожиточный минимум 10 тысяч рублей, чиновник не должен больше 80-100 тысяч получать. Ни при каких основаниях. Хотите получать больше, поднимайте уровень жизни населения. Правильно? Это тоже работает в ряде стран. Пусть и Путин получает так же. Записать четкую пропорцию в Конституции. Кто-то скажет, что это популизм. Нет, это реальная справедливость. И этого хочет народ. Еще у нас много поправок. И выборность судей, и реальные возможности парламента отрешить нерадивого президента от должности. Сейчас это невозможно. И отрешить нерадивое правительство. Не только дать какое-то там согласие президенту на назначение. Но и отрешить, убрать с постов, если не справляются. Мы, медведи, сколько лет терпели этого негодяя, этого вора, этого мальчика проамериканского. Сколько мы терпели. И дальше он остается у власти. Это же имитация его отставки. Его берегут на будущее. Его могут еще вытащить потом, как искропленный колодок. Вот наши базовые поправки. Мы их сегодня озвучим на митинге. КПРФ передадим. Они во втором чтении будут вносить в Государственную Думу. И мы требуем от власти. Давайте реально ремонтировать Конституцию в капитальном порядке. Если этого не будет, мы не участвуем в этом спектакле, который Путин нам навязывает в апреле месяце. Не участвуем. Мы говорим, что реальные поправки нужны, социальные поправки и референдум по Конституции. У нас в Конституции действующие даже четко записано. Если меняются базовые положения, должен проводиться референдум. А то, что нам сейчас предлагают всенародные голосования, это фикция, это обман, это позор, это путинское мошенничество. Потому что нет порога явки, нет порога, который должен проголосовать за эти поправки. Придет 10 человек, признают, что это законно. Но я говорю образно, тем не менее. Это фикция. Мы не согласны. Рабочая группа по Конституции, это позор. Гимнастская эта, прыгунья в высоту Елены Симбаевой. Она прыгает хорошо, но у нее в полете уже все мозги отшибло. Она говорит, не стесняясь, во все телекамеры, что я не читала Конституцию, пока меня в эту рабочую группу не назначили. Это что это? Это издевательство над народом. Кого вы набрали в эту рабочую группу? Поэтому мы резко против путинского спектакля, против путинского коронавируса, требуем реальных поправок в социальную Конституцию, смены курса и проведения референдума. Если этого не будет, в апреле, если они назначат, тем более на день рождения Ленина, они сейчас обсуждают, 22 апреля, 150 лет Ленина, мы им устроим революционный сценарий, устроим, мы бойкотировать будем тогда этот позорный спектакль. Пусть у них явка будет 10%, пусть Путин потом всем рассказывает, как легитимно они принимали поправки в Конституцию. И это голосование может стать началом конца путинской вот этой всей банды. И надо это сделать, и надо постараться. Мы не поведемся на их разводку, не поведемся. Или они выполняют наши требования, или в их спектаклях не участвуют. И будем или бойкотировать, или голосовать против. Определимся, исходя из конкретного формата этого места. Проходите, граждане, дорогие. Я желаю удачи в проведении акции. Мы берем место для проведения вашего интервью в другом месте. Все, все, хорошо. Поэтому мы считаем, мы считаем, что у нас реальная, реальная фельсона реформы, а не путинские спектакли. Спасибо. Привет, дорогие. Поэтому сегодня основная задача общества всем, фрилансерам, предпринимателям, не только трудящимся, аккумулировать разные предложения и потребовать эту рабочую группу и депутатов, чтобы их рассмотрели, а их будет миллион. Мы в первую очередь, мы должны потребовать отложить пересмотрение изменений в конституции минимум на три месяца. А то и на шесть месяцев, как это было в Советском Союзе. Когда аккумулируем миллионы... Закрыли все, перебогу. Перебогу, да. Они направляли, не знаю, на entrées. Они тогда заходят с сотрудниками. Спрашивали, что нужно собрать. Нужно нет закона к вашему... А чего там Россия, на парень, на беде был спорш. И вот так, как нового. А чего в милосторге, на протяжении... И там, и там, и там, и там. Нам нужна другая Россия! Нам нужна другая Россия! Революция! Революция! Революция!